ПЕКА ВИЛЬЯ КАЙНЕН ПЕКА ВИЛЬЯ КАЙНЕН ПЕКА ВИЛЬЯ КАЙНЕН И все было хорошо, чтобы здесь появлялись новые бизнесы, чтобы здесь развивалось предпринимательство. Я хочу, чтобы Россия просто стала сильнее, потому что это поможет не только им самим, не только вам, но и вообще всей Европе, потому что я отношу Россию прежде всего к Европе. И мне кажется, что конкуренция сейчас происходит не между странами, а между макрорегионами. И в этом плане мы играем за одну команду. Есть информация, Пека, что вы часть своей прибыли, зарплаты, можно назвать, вкладываете в развитие российских стартапов. Так это? Да, это абсолютно правда. Я финансовую независимость обрел достаточно давно и заключил с женой джентльменское соглашение, что часть моей прибыли пойдет в рискованные активы и в новые начинания. И поэтому, да, те деньги, которые я зарабатываю на российских стартапах, в российские же стартапы и уходят. Как часто ваши ожидания оправдывают процентные соотношения? На самом деле мы по-разному понимаем успех. Вообще русские люди такие, они быстро хотят обогатиться и стремятся заработать буквально на следующий день, проснуться богатыми, как говорится. А в моем случае я рассчитываю, что смогу купить свои вложения лет через 5 или 7, но стремлюсь к тому, чтобы эти вложения выросли как минимум в 25 раз. Понятно, что мне пока везло и убытков особых не было, но я знаю, что в реальном мире считается, что если одна компания из 10 выстрелит, это уже очень хорошо. Кроме того, вы известны как бизнес-ангел. А вы чувствуете себя ангелом или вы такой требовательный наставник? Хоть я на ангела и не похож, но да, действительно, я бизнес-ангел. Хоть так, может, и не скажешь. На самом деле, в России это вообще одна из очень важных концепций и, можно сказать, и проблема. Дело в том, что с бизнес-ангелами здесь плохо. Нужны не только те инвесторы, которые могут дать деньги, а еще и помочь советом, скорее, а не деньгами. А я как раз и стараюсь это сделать каждый раз, когда в кого-то вкладываюсь. То есть помогаю не только кошельком, но и своим сердцем. Стремлюсь дать что-то большее. Но могу быть и требовательным, когда это нужно. Во-первых, те предприятия, те команды, в которые я вложился, должны со мной встречаться как минимум раз в месяц по видеоконференц-связи. А уже представители моей компании будут видеться с ними раз в неделю для того, чтобы проверить, как там у них дела. Я хоть и выгляжу достаточно расслабленным, на самом деле могу быть жестким, когда надо. Как не совершать ошибки или слабые стороны именно российских молодых предпринимателей? На самом деле ошибок не избежать. И на грабли наступать приходится. Такова жизнь. Если ты хочешь, я не знаю, вести какую-то спокойную, размеренную жизнь, если ты хочешь, чтобы твое будущее было за тебя расписанным, не надо становиться предпринимателем, не надо идти в бизнес. Без ошибок никуда. А как их избежать? Ну, прежде всего, стараться быстрее учиться, быстрее узнавать что-то новое. Общаться. Общаться в рамках того стартап-сообщества, предпринимательского сообщества, которое сегодня здесь собралось. Которая работает и активно живет в Барнауле. Наработать контакты, пытаться узнавать что-то новое у своих коллег, у таких же молодых предпринимателей, как и ты. И в этом-то и заключается задача стартап-тура, как раз и выработать, создать, воодушевить сообщество, где все бы могли делиться своими успехами. Потому что в России, мне кажется, достаточно странным, люди привыкли скрывать не только свои ошибки, что представляется вполне нормальным, но и свои успехи. А как учиться тогда, если никто ни о чем не знает? Для меня это, естественно, не первое региональное мероприятие. Я уже посетил 78 таких региональных мероприятий стартап-тура, поэтому кое-что о России зная. Многие местные предприниматели, я говорю об Алтайском крае, уверены, что по-настоящему какой-то успешный бизнес-проект можно воплотить только где-то за пределами региона, желательно в центральной части России. Ваше мнение? Я против этой идеи, честно говоря, потому что, может быть, это и было так лет 20 тому назад или 40. Крупные компании, большие предприятия могли создаваться только где-нибудь в Калифорнии, в Лондоне, в Москве, ну или, если говорить о Сибири, непосредственно то в Новосибирске. Сейчас все меняется благодаря тем переменам, которые происходят в технологической сфере, благодаря появлению интернета, упрощенной логистики и имеющимся инструментам поддержки. Сейчас следующая великая компания может спокойно родиться и в Барнауле, и шансы на то велики. Также я против той идеи, что нужно обязательно переезжать в Москву, если ты предприниматель из России, или в Новосибирске, если ты из Сибирского региона или Барнаула. Я считаю, что если у тебя есть дом, если ты можешь обеспечить своих людей зарплатой, если здесь достаточно талантов, то можно спокойно продолжать вести свои дела и здесь. Мне кажется, что Барнаулу, в принципе, достаточно большой город, поскольку по размерам он сопоставим с Хельсинки. Ваше пожелание нашим предпринимателям. Молодым, начинающим. Моё основное обращение всё-таки будет направлено бабушкам, мамам и папам этих молодых людей. Поддержите своих детей, поддержите своих внуков, потому что это начинание. Создать свой бизнес, создать свою компанию стоит поддержать, и очень часто от домашних-то этого мы и не слышим, этого нам и не хватает. То же самое относится к учителям. Что можно пожелать самим бизнесменам, самим предпринимателям? Ну, стремитесь быстрее учиться, узнавайте что-то новое. Инструментов поддержки, на самом деле, огромное количество. Это и РВК, это и Сколково, это и фонд содействия предпринимательству. Их очень и очень много. И если у тебя что-то не получилось, то вина за это тоже полностью на тебе. Я напомню нашим телезрителям. У нас был эксперт регионального этапа, стартап-тура фонда Сколково. И это был Пека Вилья-Кайнин, советник президента фонда Сколково. До встречи. Продолжение следует...